Здравствуйте, я учитель школы 14-20 по папье Маше Ветрова Татьяна Николаевна. И сейчас мы будем делать из пластиковой коробочки фею. Для этого мы берем бумагу, бумагу, которую мы будем финально, верхний самый слой делать беленькой, чтобы потом покрасить нам было очень удобно, и клей. Клей мы берем, какой обычно, мучной. Мы для того, чтобы у нас получился из муки клей, взяли несколько ложек муки, развели водичкой и сварили в микроволновке пару минут. Если одна ложечка, одну минутку, если две ложечки, две минутки. Берем нашу с двух сторон проклеенную бумажку и показываем, как она должна лечь на формочку. Вот это вот у нас лишнее, и мы это никуда не деваем, не отрываем, мы наклеиваем на нашу же формочку. Чтобы у нас получилось прочно. Внизу у нас должно быть прочнее, чем наверху, потому что на этом месте наша фея будет стоять. Ног у нее не будет, потому что у нас там юбка. И она будет стоять на юбке, поэтому юбка должна быть толстенькая. Слоев у нас должно быть не меньше шести, потому что тогда у нас бумага превращается в картончик. Каждую бумажку мы проклеиваем с двух сторон. Сейчас мы сделаем несколько слоев юбки. И я покажу, как доделать еще остальное. Так, мы берем бумажку, намазываем с двух сторон. Немножко сворачиваем. Оставляем вот такие два полустырячка. А среднюю линию мы делаем скрученной. Потому что это у нас будет фейна талия. Теперь у нас есть основа для фейной талии. Мы можем ей также сделать ручки. А потом сверху все приклеим, чтобы ничего ниоткуда не отвалилось. Вот, допустим, у нас одна ручка. Да, это, наверное, должны были быть две ручки. Тогда вот так. И вот этой стороной это у нас будут плечики. Сначала мы просто прикладываем, а потом все скрепим. Нам нужна какая-то основа. Сейчас мы основу делаем. И это у нас будет голова. Оставляем пластыречек, которым мы приклеим. Комкаем голову, чтобы она у нас была прочная. И вешаем на плечи. Сейчас у нас все будет отваливаться, а мы все будем закреплять. Так. Начинаем закреплять. До тех самых пор будем закреплять, пока не перестанет отваливаться и станет прочным. Так. Сначала закрепляем талию. У нас все снизу-вверх. Мы работаем, потому что у нас сразу голова на воздухе висеть не может. Мы тогда сначала должны сделать юбку, талию, потом сделать ей плечики, потом ручки, потом шейку и голову. А на голове мы можем потом сделать прическу. Вот только сейчас у нас уже падать начало, поэтому... Давайте она у нас будет вот так торчать. Это будет махающая кому-то рукой фея. Так. Руку мы ей сразу приделаем. Дальше мы ей подмышечку. С этой стороны талии подчеркнули. С этой стороны тоже. У нас тут получается какая-то дырка. Надо ее... ...салепить. Поэтому теперь мы... ...сюда вот так конку... ...салепляем эту дырку. И тоже на талию. Постепенно у нас получается фигура человечка. Потому что фея у нас все же человечек. Тут у нас вот опять дырка. Мы подержим, чтобы у нас ручка не упала. И вот сюда на талию. Пластырь этот. На спинку. Мы все время поворачиваем, потому что у нас круглая скульптура. Круглая скульптура это значит, что... ...кто-нибудь пришедший может посмотреть ее вот так повернуть по кругу. Или сам обойти по кругу и посмотреть. Поэтому она у нас должна быть соответственно со всех сторон по кругу симпатичная. Не должно у нас быть нигде страшных кусков. Чтобы никто не испугался, кто придет посмотреть. Поэтому мы сейчас аккуратненько ей шейку сделаем. Прическу придумаем. Так, не мокрый. Так. Вот у нее такой пучок уже образовался. Сейчас, чтобы не раскручивались вот так ручки, сейчас мы и ручки тоже пластырем закрепим. Возьмем тоненькую полосочку. Ручку мы ставим в положение, в котором она у нас будет стоять. Вот, допустим, так. От плеча заворачиваем винтиком ее. Плечико делаем красиво. Вторая рука у нас лучше прилеплена, но мы все равно ее, потому что она держится за юбку, все равно ее тоже оборачиваем, чтобы не было видно вот этих дырок, потому что у нас же там рука, а не дерево. Такие могут быть только на дереве полоски, когда кора трескается. Так, все мы плотненько показываем бумажке, как она должна лечь. Теперь немножко дополнительно укрепим юбку, потому что у нас тут много всякого толстенького. И юбка должна быть тоже не менее толстенькая. Тут можно проверить на свет. Но можно и по толщине понять, что мы много положили, уже хватит. Так, на всякий случай намажем еще один листочек и сделаем ей что-нибудь, может быть, еще прическу, где можно сделать фейк рыбышки. Возьмем для этого две одинаковые бумажки, свернем их в два слоя, потом еще два плюс два, четыре будет. Так у нас получится четыре слоя. Четыре слоя, конечно, не шесть, но крылышки должны быть тоненькие вроде как. Мы можем их вот сюда поставить. Прилепить там, где крылышки должны быть. А потом, в самом конце, когда уже будем красить, у нас все высох, мы можем их аккуратно подрезать. Сейчас мы берем такой пластырь, чтобы крылышки, а, у нас все на руках есть, не отвалились, и прямо на спинку его клеим. И на крылышки, чтобы попало, и на спинку. И вот он еще на шейку попал. Вот и хорошо. Вот так у нас выглядит фея. Так, теперь берем белый и самый-самый последний слой, чтобы у нас была красивая яркая краска на нашей феи. Кладем белым. Ну-ка, так красить будем, чтобы ярко и красиво было. Точно так же показываем бумажке, как она должна лечь, куда она должна лечь, где у нее должны быть складки, если они нам нужны, а где не должны. Потому что без нас она не догадается об этом все. можно такими маленькими кусочками, можно кусочками еще меньше. Если вы аккуратно делаете, у вас много времени, вы спокойно никуда не спешите. Вот какими-нибудь такими. Вот сюда можно маленький кусочек положить. На юночку. Также мы можем, если мы хотим, чтобы у нас так и осталось, фея газетной, можем не обклеивать. Также, если у нас есть какие-то яркие, красивые салфетки, то чтобы не красить, мы можем обклеить этими салфетками. У нас получится фея с элементом декупажа. Как у нас миска для фруктиков была. Глаза. Передерживаем со всех сторон, чтобы у нас она не уклонялась куда-то. И криво у нас ничего не было. У нас фея в белом платье. И с белым лицом. Чтобы нам было удобно на нем потом красить. глазки, еще что-нибудь. Тут все потом можно будет отрезать. Вот тут. Мы можем ей еще беленькими снять крылышки. Из одного слоя крылышки не делайте. Будет слишком тонко, и они сразу куда-нибудь сломаются и отвалятся. Теперь нужно сметайте 18-го. Хам теплышку. Сейчас всех платят пересит. Бегите какую штуку по поводу рейе. Красный аккумулятор и вербühнанчик? Ребята, вам что же аппетит肯я. У меня Being a Поплышка! Я даже лечить щетку. России со строго иระ apologizeю крепость. так вот наша фея готова остальное мы потом красиво покрасим всего доброго до свидания